В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрий Дудко. В Севастополе запускают систему электронного документа оборота для исполнительных органов государственной власти. Сегодня на аппаратном совещании озвучены этапы внедрения, всего их будет четыре. Полноценно сервис заработает с 1 июня 2017 года. Вторая тема заседания – молодежная политика. Профильному департаменту поставлена задача определить основные этапы работы в этом направлении. Петр Геннадьевич Даричев рассказал о четырех этапах внедрения электронного документа оборота в исполнительных органах государственной власти. На первом доступ к системе будет открыт с рабочих мест заместителя губернатора, руководителей органов исполнительной власти и сотрудников нескольких департаментов. На втором этапе это департамент городского хозяйства, департамент сельского хозяйства, департамент капитального строительства, департамент транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамент финансов и департамент экономики. Третья и четвертая очередь соответственно по готовности органов исполнительной власти после переезда и развертывания локальных сетей. Минимальный срок реализации каждого этапа – один месяц. Планируется, что полностью система электронного документа оборота заработает с 1 июня текущего года. На аппаратном также были озвучены основные направления развития молодежной политики в городе на текущий год, а также планы на период до 2030 года. Опираясь на мнение молодежи Севастополя, управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя поставлена стратегическая цель – увеличить до 2030 года количество молодежи города до 180 тысяч человек, способные реализовывать свой потенциал на территории города Севастополя, создав необходимые для этого условия. На сегодняшний день в регионе проживает 88 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников дал поручение Юрию Ивановичу Кривову оперативно сформировать направление молодежной политики в городе на перспективу в контексте государственной стратегии. Поэтому обсудите проект стратегии в части, касающейся молодежи, в связке к этой наработке, я называю этот доклад как наработку, и через три недели вынести на заседание правительства для утверждения плана работы на ближайшие как минимум 4 года. Сергей Анатольевич Резниченко озвучил также результаты социологических исследований по проблемным вопросам, волнующим сегодня молодежь Севастополя. Анатолий Датюк, Гелявер Меджитов, информационный канал Севастополя. Почти 1200 гектаров земли получат статус особо охраняемой природной территории. Создание заказника в районе урочища Ласпи обсудили на общественных слушаниях. Его открытие позволит сохранить можжевельник, орхидеи и несколько видов краснокнижных животных и насекомых, обитающих в этом районе. Здесь также находятся остатки древних поселений. Участники общественных слушаний отметили, в случае придания статуса особо охраняемой территории здесь будет запрещено возведение капитальных строений. При этом туристам проход в заказник запрещен не будет. Место, где произрастают в массовом количестве орхидные, это травянистые растения, а также это в очень хорошем состоянии сохраненные можжевелово-дубовые и фисташко-дубовые леса, которые являются жемчужиной, скажем, Севастополя. Сейчас проводится общественное слушание, планируется общественное слушание. Это один из этапов создания особо охраняемой природной территории. Это не конец истории, она будет длиться еще несколько месяцев, но я полагаю, что в 2017 году этот процесс будет завершен, и севастопольцы получат две новых особо охраняемых природных территории, которые не означают, однако, что севастопольцам туда будет вход воспрещен. Это особый режим хозяйствования, который позволит защищать природу, который позволит нам, всем севастопольцам, грамотно и разумно ею пользоваться. С 1 февраля пенсии будут проиндексированы на 5,4%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,990,000,000 рублей в месяц или 98,910,000,000 рублей до конца 2017 года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Ожидаемый средний размер пенсии в 2017 году составит 13,620 рублей. Об этом на совещании с главой правительства рассказал и вице-премьер России Ольга Юрьевна Голодец. В Ленинском районе на пожаре спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по городу Севастополь. В подъезде жилого дома, расположенного на проспекте генерала Острякова, загорелся электрощит. Прибывшие к месту пожара огнеборцы эвакуировали двух жителей, находившихся в это время дома. Возгорание полностью ликвидировано. Рождество в Старой Европе. В минувшее воскресенье в Севастопольском художественном музее имени Михаила Павловича Крошицкого звучала старинная музыка. Ансамбль барокко исполнил произведение, чей возраст насчитывает пять веков. Так в Севастополе в этом году завершили традиционный цикл рождественских вечеров. В Севастопольском художественном музее имени Михаила Павловича Крошицкого в воскресный вечер звучит «Бессмертная классика». Композиции Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Батистаса Мартини, Георга Филиппа Телемана, Жака Ататера. В репертуаре ансамбля старинной музыки барокко – произведение рождественской тематики. Все, что исполняли в домах, замках и дворцах Европы столетия назад. Мы представляем Академию старинной музыки. Мы исполняем Средние века, Ренессанс и Эпоха барокко. И во все эти времена все композиторы чаще всего использовали религиозную тематику. И, конечно, Рождество играло в их жизни одну из важных ролей, ну как и вообще музыка в то время. Подчеркивает дух старинной Европы аутентичные инструменты, точные копии, на которых играли еще со времен эпохи Возрождения. Среди них – голландский клавесин. Его история начинается в далеком XII веке. В начале XIX инструмент вышел из моды, уступив место фортепиано. В последние годы интерес публики клавесину возвращается. Вечер старинной музыки приняла участие гостья из Москвы – певица Екатерина Ивановна Терентьева. В ее исполнении прозвучала песня о Розе, в основу которой лег одноименный средневековый роман. И «Лауда» – итальянская рождественская композиция. Немалую часть духа старинной Европы передает атмосфера художественного музея имени Михаила Павловича Крошицкого. По словам артистов, Севастополь может наравно конкурировать с ведущими культурными учреждениями России. Наша цель, конечно же, возрождение высокой духовности. И Севастополь является тем городом, в котором есть прекрасное место музея Микрошицкого, которое достойно на уровне того же музея русского музея, музея Пушкина, может проводить такие чудесные вечера. Концерт ансамбля старинной музыки барокко стал ярким совершением цикла рождественских вечеров. Александр Тимофеев, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Бесплатные вакцины против беженства будут делать севастопольским кошкам и собакам, сообщает Управление ветеринарии города Севастополя. Противоэпизодические мероприятия назначены на следующие выходные. 28 января вакцинацию будут проводить с 10 до 15 часов по адресу улицы Казачья Бухта, 8А. 29 с 10 до 15 по улице Генерала Жадилова, 7. Уточнить информацию владельцы животных могут по телефону 40 22 98. Это были новости на информационном канале Севастополя. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин